Добрый день уважаемые дамы и господа с вами Константин Белый я отвечаю на ваши вопросы и в данном случае мы разговариваем уже большой большая тема о массаже хотя мы сейчас не перешли к практическим действиям мы сейчас только говорим об общих принципах практические действия давайте мы разовьем в следующих темах но вот как делается массаж все-таки я хочу немножко на этом остановиться акцентировать поскольку очень часто люди задают а как же правильно делать массаж значит с чего должен начинаться любой массаж ну я вообще конечно сторонник бани и я бы так сказал что конечно лучше лучше если массаж начинается с бани с прогрева тела когда мы приходим в баню когда мы уже как говорится приняли душ мы заходим в парную поддаем на парогенератор воду и получаем пар начинаем пассивно пассивно прогреваться когда наше тело начинает получать порцию тепла кожа начинает воздействовать за счет конденсата пара и отдавать пот и вот тут когда у нас все как говорится заработает сверху вот в этот момент и нужен нам массаж массаж для чего для того чтобы у нас с верхних воздействий которые делает у нас пар пошло на внутреннее воздействие и вот я бы считают я считаю мое мнение массаж мануальный ручной руками мы должны делать до веничного парения потому что веник очень кажется медленно включает все процессы если мы делаем массаж мы активизируем организм и тогда веник с паром нам вот и вот эти процессы еще более ускорит еще более улучшит поэтому в таком порядке я считал бы правильно мы сначала прогреваем организм потом делаем ему массаж потом делаем веничное парение и вот в таком порядке мы раз в неделю проделываем процедуры делаем себе очень хорошее оздоровление представьте у нас 52 недели в году это 52 дня профилактория 52 дня бани 52 дня профилактория вы никогда никогда себе не сможете позволить выделить в году 52 дня чтобы уехать куда-то в санаторий профилакторий я вам предлагаю дома это все делать все эти процедуры кроме того если у кого-то нет бани или просто как говорится ну баню ждать долго целую неделю или там как говорится не каждый как говорится ходит в баню если такие люди ну хотя бы сделайте дома массаж хотя я вам скажу массаж без бани делать намного сложнее и даже больнее вот с чего нужно делать начинать массаж ну конечно с определения где у вас больше всего идет застойных зон значит и первым делом мы делаем конечно лимфодренаж начинаем это делать с поглаживания и с растирания мы начинаем делать туловище делаем верхнюю часть со спиной конечно посложнее потому что руками сильно не достаем но здесь мы можем работать кулачками кулачками вот это разминаем и гоним лимфу куда вверх с головой голову делать обязательно надо все лицо затылок шею вверх на наш мы должны что делать здесь лимфа гонится у нас вниз шею мы должны работать активно и если вы видите кто-то пытается вам показать что вы должны вот так вот убирать свои как говорится на теле складки в вашей морщины запомните всегда вы должны это делать вниз поскольку у нас лимфа должна учить шею тогда у нас эффект больше чем мы ее запираем и заставляем здесь оставляться не надо ничего оставлять надо все это выгнать мы активно выгоняем особенно много мы должны работать с шеей работая с шеей мы улучшаем кровообращение мозга это мы когда проработаем голова шея грудная часть руки но ноги вот это мы уже основную часть сделали дальше мы переходим к проблемным зонам у каждого они свои у кого поясница значит застойные зоны мы находим те части на теле где мышцы наиболее скованы и начинаем работать с ними если больно работать непосредственно с мышцы работайте вокруг мышцы разгоняйте выгоняйте лимфу что чтобы у вас освобождались протоки и тогда легкими подглаживаниями растираниями вы мышцу которая у вас создает проблему который как ну как как жилваки там напряженные вы освобождаете и постепенно постепенно мышца расслабляется расслабившись вы получите получите ну полное удовлетворение полное как говорится облегчение также это с ногами и вот уже после этого можно поработать активно с суставами когда у вас фактически все ваши сосуды пустые работайте с суставами активно новая кровь подбежит и промоет ваши суставчики а там скоплений очень очень много суставы все должны проминаться все все которые у нас создают наши вот эти проблемы когда вы все это промнете вот фактически после этого уже как говорится ну домашний массаж сделан в принципе правильно занимает это ну до полчаса сколько у вас сколько терпения у кого сколько сил на под на первых парах это может быть только минут пять потому что работать пальцами это кажется что ну что там потер долго не сможете некоторых даже возникают спазмы поэтому не доводите себя до спазм и медленно как говорится на расчете из раза в раз наращивайте как говорится время воздействия и не забывайте конечно руках у нас есть кстати о руках хорошее видео видео которое давал нам шаповалов вот обратите внимание на это видео мы постараемся сделать ссылочку у нас вот ссылочка на видео это и посмотрите внимательно руки массажиста всегда должны быть подготовлены всегда должны быть гибкими и разогретыми вот такое правило работы масса массажа значит что еще если у человека какие-то проблемы волосяной покров и очень больно делать допустим как растирающий массаж не каждому это приятно ну значит применяйте крема или же исключите растирание просто точка воздействия и методом только легкого разминания по кругу с учетом того что вы все-таки лимфодренаж делаете правильно ни в коем случае не загоняйте лимфу в конечности наоборот вы гоняете лимфу из конечности это краткие теории практика впереди приятными вы вы по Продолжение следует...